Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили сообщения. Сегодня у нас в гостях мой друг, пастор, епископ Виктор Судаков, город Екатеринбург. Виктор, приветствую вас. Приветствую, Альберт. Вас или тебя. Мы с тобой знаем друг друга с 90-х годов. Можно на «ты». Хорошо. У меня есть несколько вопросов. На мой взгляд, интересных вопросов было бы хорошо, чтобы мы людям, нашим церковным, рассказали, поделились своими мыслями, своим сердцем, что мы думаем. И первый вопрос. Нужно ли в церкви пиар? Такое слово интересно. Оно пришло к нам, кажется, в церковь из каких-то университетов, образовательных учреждений. Пиар, пиар, все говорят. Пиарщики. А на русский язык переводится «связь с общественностью». Вот Иисус был пиарщиком. Он же всегда был с людьми. Ну, если людей можно общественностью называть. Он всегда был там, где люди. Он шел к людям. Это пиар? Или сегодня это плохое ругательное слово в церкви? Ну, дело в том, что, ты правильно заметил, пиар – это паблик релейшн, это связь с общественностью, сокращенно пиар. И когда говорится о связи с общественностью, то, по сути, проповедь Евангелия – это связь с общественностью. Мы не проповедуем Евангелие небесным силам, ангелам. Мы проповедуем Евангелие людям, обществу. Поэтому, конечно же, нужен. Все дело в том, что смотря какая связь. Потому что, когда мы говорим про этот мир, то любой термин, он имеет некое такое семантическое ядро, первоначальное значение. Но с течением времени вокруг этого термина обрастают уже дополнительные значения, которые бывают уже, ну, скажем так, уходят далеко от первоначального смысла. Ну, яркий пример – секта. Она ведь нормальное слово по своей семантике. Но сейчас, когда говорится секта, ведь думают не об этом латинском древнем слове, да, кто что-то там означает, да, а думают о страшных, тоталитарных, деспотичных, выманивающих деньги организации. Поэтому, когда говорят, а что вы обижаете, секта – хорошее слово. Нет, ну, оно, может быть, когда-то и было хорошее, но сегодня секта имеет определенный шлейф вокруг себя. Точно так же и когда мы говорим о пиаре, связи с общественностью, тут что за связь с общественностью? Когда делают какой-то образ, имидж, да, связь с общественностью, то часто пиар в этом мире достигается за счет неправды, подтасовки, что-то преувеличивается, что-то умалчивается, чтобы создать некий положительный образ, который зачастую очень далек от того, что есть на самом деле. Поэтому в этом мире к пиару относится оно негативно, потому что там очень много лжи. Если мы говорим вот о таком пиаре, который, конечно, это немыслимо. Хотя, конечно, такой пиар присутствует в церкви, когда, например, проповедник преувеличивает количество покаявшихся. Как говорят, что судя по отчетам евангелистов, то вся Москва должна уже сколько-то там распакаяться, я уж не помню сколько, да? Вся Россия. Поэтому пиар, да, как бы, вот, некое создание образа, что ты великий евангелист какой-то, там просто народы уводишь к Иисусу Христу, потом приезжаешь в эти народы, и там ничего подобного и нету, да? Конечно, вот такой пиар, он, к сожалению, есть среди христиан, среди служителей. Я считаю, что это глубоко антибиблейски. Почему? Потому что Евангелие говорит, что отец лжи – это сатана. Мы служим все-таки не сатане, мы служим Господу. И когда мы пытаемся, ну, знаешь, говоря вот этим лозунгом иезуитов, да, цель оправдывает средство. Если говорить о, если говорить вот о таком черном пиаре, то, конечно, он расходится со всякими библейскими принципами. И такой не то, что не нужен, он вреден. Он вреден. Если говорить про связь с общественностью, это, ну, влиять на людей Евангелие, идти в общество, служить людям, не только словом и добрыми делами, то, конечно, здесь необходимо. Вот. Другое дело, конечно, когда вот мы даже говорим вот о благотворительной работе, которую делает церковь, мы все-таки не можем забыть высказывания Христа, когда одна рука делает добро, пускай другая не знает, да? А пиар, когда не только другая рука, когда и все ноги, и все тело должны быть в курсе, да, этого. Вот поэтому, конечно же, мы должны влиять на общество, но я думаю, не столько нашим образом или нашим словом, сколько нашим делом, сколько нашими делами. Вот. И безусловно, это сформирует, я думаю, хороший образ христианства для людей. Ну, хотелось бы коснуться вот религиозных объединений. Мы все так или иначе, вот после закона 97-го года, вот этих изменений, мы все были обязаны, скажем так, напрямую войти в какие-то централизованные религиозные организации. Их немного у протестантов, но они есть. И все так или иначе входят в них. Но вот жизнь показывает, что, как мне кажется, сегодняшнее устройство церковных вот этих объединений, оно не то, что исчерпало себя, но оно, скажем так, не совсем эффективно защищает права верующих, права церквей, права общин. Я почему об этом говорю? Потому что мы сейчас не то, что правозащитной деятельностью, но защитой права верующих. Вот стараемся поднять этот вопрос, поднять его повыше, потому что очень много проблем в России с церковными зданиями, с храмами, с домами, молитвами. То там, то там, мы узнаем, разрушают, принимаются всякие законы, выселяют, закрывают. Ты был у нас, ты видел, мы в палатке сейчас, рядом храм стоит, все нормально сделано, но находят разные предлоги. И этого все больше и больше по стране. И централизованные наши организации, вот я езжу тоже по стране, встречаюсь с пасторами, и все понимают, что Москва, под Москвой подразумеваются наши лидеры религиозные, никто не вступится за нас, никто не поможет. Может быть, вот эти организации, они исчерпали себя уже, может быть, назрело время каких-то перемен, преобразований. Как вот с твоей точки зрения может стать вот кооперация или объединение церквей в будущем? Только ли через союзы, через эти структуры, или вот как я сейчас вижу, больше горизонтальной связи идут? Значит, замечаю, что наши церкви существуют с 90-х годов, нам уже скоро 30 лет нашему служению, да? И вот за это время во многом какие-то вещи поменялись, я думаю, потому что, наверное, мы стали более зрелыми служителями. И заметь, Альберт, что если мы в 90-е годы больше объединялись вокруг доктрин, да? Вот мне важно было, что я так-так-то понимаю Библию, и как ты понимаешь? Если ты не так понимаешь или совсем не так, то лучше тебе быть в другой конфессии. То есть мы были больше по доктринам. Прошло время, и мы начинаем замечать, что сегодня, во-первых, и может быть доктринально нет сегодня вот такой остроты, что ли, этих вопросов, да? Вот сколько больше какого-то мировоззренческого подхода. И поэтому иногда я, например, в Фейсбуке читаю каких-то братьев из баптистского братства, из методистского братства, из лютеранского братства. И мне не важно, что они, может быть, не молятся на иных языках, там как пятидесятники или харизматы. Я чувствую с ними некое внутреннее единство. Я думаю, это не просто душевное единство, это какое-то духовное единство, да? Общность взглядов на служение, на церковь, на честность, вот эти вещи, да? И поэтому, а сегодня заметь, мы общаемся не с теми, кто в нашей конфессии находится или в нашей организации. Мы общаемся с теми, кто близок к нам в духе. И поэтому лично я проповедую, говорю и служу там, где доктринально в чем-то отличается от нашей церкви. Но мне это не так и важно. Почему? Потому что в свое время меня, по-моему, пригласили в одну церковь, не буду говорить, какая церковь, но там доктринально очень отличалась от нашей церкви. И я думал, ну, вообще не надо туда ехать, но каким-то образом я там оказался, и я проповедовал. И когда я проповедовал, я очень внимательно смотрел на людей, что там за люди как-то, как они себя ведут. И я увидел, что они любят Бога, они поклоняются Богу, они плачут, когда молятся Иисусу Христу. И я четко внутри понял, это мои братья и сестры, это мои братья и сестры. И что-то во мне сломалось, как-то я вдруг понял, что нужно быть шире, нужно принимать людей, которые в чем-то от тебя отличаются по, может быть, доктринам, но их сердце открыто для Господа. Они любят Иисуса Христа. И я сегодня служу в разных общинах, которые даже к разным конфессиям относятся христианским. Поэтому я думаю, то, что ты говоришь, конечно, тут нельзя сказать точно, я не могу сказать, что я пророк, как все будет. Но я думаю, что в дальнейшем все больше и больше будет объединение не на основании доктрин, а на основании общности, общности духа, общности жизни, общности видения братской жизни, взаимоотношения. Такое, я думаю, должно быть. И оно уже и сегодня происходит, неформально, правда же. Будет ли это в дальнейшем формально оформлено, я не знаю, потому что порой формальное оформление, оно может загубить самую хорошую идею. Так придумал, формально оформил, и все это выхолощивается. Но то, что это есть и что это будет развиваться, я в этом абсолютно убежден. Говоря о доктринах, ну скажем так, хотелось бы говорить лучше о богословии, наверное, спрошу так. А есть современные это вообще богословия? Или мы? Ты имеешь в виду современные богословия в русскоязычном пространстве? Вот смотришь на христианский мир, а есть, или вот мы как протестанты, например, солраемся на Лютера. Но Лютер жил в свое время. Понимаем ли мы свое время? Выработали мы свою какую-то позицию по многим вопросам? Или просто штампуем, и это отталкивает людей с их сегодняшней жизнью? По разным вопросам. Ну знаешь, мы, я не знаю, у Гремельчакова есть такие слова, он улыбается, когда при нем говорят мы. Мы это очень широкая понятия. Я думаю, кто-то наверняка штампует, а кто-то ищет. Но все дело в том, что ты очень правильно заметил, что в каждое время есть свои вызовы. И эти вызовы звучат для церкви. Мы видим сегодня, что есть кризис религии в современном обществе. Например, в начале 90-х годов был расцвет религии в нашей стране. Когда, знаешь, долго, например, пережимают горло, а потом отпускают, человек не может надышаться. И мы помним, как в конце 80-х, когда еще было в 1988 году крещение Руси праздновалось. Тогда уже праздновалось, но еще не помпезно, не официально. Но какой был интерес в начале 90-х. Люди шли, причем не только в христианство, в разные религиозные организации. В Восточном все было такое жажда. Сегодня мы видим, наоборот, кризис религии. Сегодня очень популярно, например, в нашей стране передачи того же Александра Глебовича Невзорова, которую слушают многие, не только неверующие, верующие слушают и служители слушают. И с сожалением признают, что не мало того, что он говорит, это на самом деле правда. Мы сознаем. Ричард Докинс, который пишет тоже книги довольно гневные. Интересно отметить, что и в книгах Докинса, и у Невзорова все-таки там высмеивается карикатурный образ Бога. Потому что когда мы видим, создавались религии, они когда создавались? Они создавались в империях, они создавались в царствах. Где были какие-то иерархи. И естественно, поскольку Бог это самый главный иерарх, то как они его рисовали? Ну, таким царем сидящим на кресле, царь царей. Вот понимаешь, начальник начальников. Вот таким рисовали. Проходили столетия, и в конце концов этот образ перестал удовлетворять общество. Вот такой образ Бога, как великого начальника на троне. Поэтому когда Ницше написал, Бог умер, ведь он правду написал. Конечно, Ницше понимал, что Бог умереть не может. Но тот образ Бога, который 19 веку, который был сформирован, он уже перестал удовлетворять общество. И в такого Бога перестали верить. И правильно, что перестали верить. Но интересно, что когда Иисус пришел, ведь он же показал нечто иное. Он показал, что я есть путь, истина и жизнь. И Бог, который в жизни, Бог, который в Евангелии от Луки знаменитые слова «Царство Божие внутри вас есть». Бог, который наполняет меня. Бог, который я должен искать не где-то там на небесах, отправляя ракету с Гагариным в космос, и ища там, где главный, где начальник сидит. А когда мы понимаем, что оно недалеко от нас, это слово Божие. И Царство Божие внутри нас находится. И вот этот духовный пояс, когда мы вдруг переживаем Бога внутри себя, мы Бога переживаем в наших отношениях. Потому что, знаете, это очень интересно. Вот я в эти дни был на вашей конференции, и с одной стороны, я очень доволен собраниями, где я был. Я видел разные прославления у вас, служителей, которые говорили, пасторов, которые приехали, поздравляли, епископов. А с другой стороны, я не меньше благословлен теми общениями с тобой, с другими служителями между собраниями. Потому что мы чувствуем в этом тоже Божье присутствие, откровенность и честность. И иногда даже, бывает, общаешься, где-то сидишь, и просто чувствуешь Его присутствие. И что-то, бывает, Бог говорит, ничуть не меньше, чем где-то на богослужении или на конференции. Вот это, знаешь, переживание Бога в жизни, вот против этого, я думаю, ни один токенс не будет выступать. Потому что, ну, они эти вещи понимают. Вот, и любой кризис, мы знаем, он не только приносит проблемы, он приносит возможность, как-то подпинывает нас подняться на новый уровень. Я думаю, должно быть переосмысление некоторое. Если мы говорим о христианстве, вот у нас в церквах вообще Бога, Божьего присутствия. И мы должны понять, людям мало просто слушать о том, как кто-то где-то когда-то общался с Богом. Либо в Библии там рассказывается, либо там в христианской истории. Люди хотят переживать Бога лично. И вот принести вот это Божье присутствие, учить людей общаться с Богом не через посредников, не через священников. Присутки, на этом же и стоит протестантизм. Мы в старственное священство все верующие. И мы можем идти во святое святых небес во имя Иисуса Христа. Вот это не потеряло своей актуальности. Проблема в том, что мы часто на этом не ставим акцент. Мы об этом говорим, безусловно, но акцент. Я вот думаю, что сейчас лично я в своей жизни в служении ставлю акцент на личном переживании Бога каждым верующим. Пастор, он не общается с Богом за тебя. Он только вдохновляет тебя общаться с Богом. И по сути, когда соединяешься с Богом, то ты получаешь все то, о чем мечтал. Как думаешь, много сегодня священнослужителей, пастырей, скажем так, в нашей или в наших динаминациях, в харизматическо-писяднических, сегодня способны не какие-то заоблачные темы учить, а учить так, как учил Христос. Как жить верой каждый день? Как просыпаться утром верующим человеком? Как жить целый день верующим человеком? Ну, как способны? И если кто-то не способен, то это обращено на забвение. Потому что просто слово, которое остается словом, оно не нужно сегодня. Сегодня нужно слово, которое стало плотью. То есть слово, которое воплощается в жизни. Ты очень точно подметил. Вот ты знаешь, в разные периоды жизни у верующих, тем более у служителей, какие-то книги Библии любимые. У меня долгое время были послания апостола Павла, особенно, конечно, римлянам, что называют Евангелие Павла. Но в последние годы я все больше читаю Евангелие. И ты знаешь, в сравнении с тем же апостолом Павлом, у которого так много, знаешь, как Петр пишет, неудобовразумительного от большой его учености, слова Христа очень простые. И они, заметь, они не только доктринальные, у нас в основном все доктрины посторонны на апостольских посланиях. А слова Христа, они жизненные. Их легко понять. Любите врагов ваших, ну что тут непонятного? Солнце не зайдет во гневе, не гневайтесь. Что сложного понять? Не сложно. А вот воплотить это, чтобы это слово стало плотью, вот тут сложность, вот тут проблемы. И если мы как бы вернемся к христоцентричности, христоцентричности, я имею ввиду вот это вот слова Христа, обращенные к жизни. Не то, что Христос, 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 Христос. Ну сколько бы ты ни говорил, мед слаще это не становится. Вот когда ты суть, вот дух Христов несешь, жизнь другая, жизнь освященная Божьей благодатью, Божьей любовью. И жертва, это не просто доктрина, вот у нас крест, мы на него указываем. Ведь по сути Иисус не просто о своем кресте говорил. Он говорил, что каждый должен взять не его крестик, а свой крест взять, да? А что это такое? А это вот нести любовь к тем людям, которые вокруг тебя, близкая, семья. А это никогда не теряет своей актуальности. И в наше время люди имеют переизбыток информации. Как вы знаете, раньше говорили, проблема, недостаток информации. Теперь переизбыток информации. Сейчас будут, я думаю, самые популярные люди в интернете, которые будут помогать ориентироваться в информации. Потому что ее так очень много, да, вот научиться ориентироваться в этой информации. Вот, поэтому избыток информации. Но в любви всегда дефицит. И даже один из, я считаю, важнейших признаков последнего времени, который Иисус сказал, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И вот когда они будут почувствовать, вот, любовь, настоящую, неделанную, ненаигранную, там, вот эти пластмассовые улыбки, а настоящая любовь, которая проявляется в делах. Вот, поэтому я думаю, вот сейчас время, фантастическое время для церкви. Мы долгое время говорили про братство. Мы долгое время говорили, что мы семья, мы неформальная, там, театральная организация с религиозными представлениями. Мы настоящая семья. И мы видим, как сегодня труднее людям жить, в том числе экономически, да. Пандемия влияет сегодня на то, что в обществе финансовые кризисы. Увольняют немало верующих, да. И сегодня я вижу, что вот в нашей общине часть верующих должна взять на себя в чем-то помощь другой части, которые оказались сегодня, ну, в финансовом крахе. И они, и их семьи. И, возможно, таких людей будет все больше и больше. Я понимаю, если церковь не сможет выдержать этого испытания, то это и не церковь вообще. Потому что церковь, это же, прежде всего, собрание, это семья. Это община. Это община. Община. Луковная семья. Мы с тобой ехали, разговаривали. Я поделился своим сердцем, да. Для меня вот вся ситуация с ковидом, особенно в харизматической среде, выглядит как вот проблемы, с которыми столкнулся шоу-бизнес. Вот один к одному. И я тебе рассказывал, да, еще в марте я брал интервью у пастора Артура Симоньяна. Мы разговаривали о многих вещах. И я тогда, ну, вот, единственное интервью, которое не записалось. Я тогда ему задал вопрос, я говорю, пастор Артуру, куда делись все наши чудотворцы? Куда все эти чудо-молитвенники? Куда пропадали молитвенные комнаты исцелений? Чего только не было. Конференции чудес, знамений, исцелений, пророки всякие. Раз всех сдуло. Люди, вы нужны в больницах, вы нужны своим странам. Никого, нигде. И Артур мне тогда сказал, говорит, слушай, сейчас время пройдет, все закончится, они опять повылезут все. Как ты думаешь, почему? Знаешь, я думаю, что вот, если мы говорим уже конкретно про писянческое, харизматическое сообщество, то вот эта пандемия показала, я думаю, кризис такой серьезнейший двух служений. Служение исцеления и служение пророческое. Потому что вот обычно, знаешь, много пророков, которые говорят, и обычно в начале каждого года, там, что этот год, там. Да, да, на год этот год. Вот, я специально взял и переслушал у ведущих служений, какие были пророчества на 2020 год. Ну, знаешь, как обычно, там, движение, рост, процветание, благословение, и прочее, прочее. Я практически не натыкался ни на какие, ну, конечно, были, может быть, какие-то предсказания, чего-то, они тоже бывают, есть у пророков, да. Но опять-таки в общих результатах, потому что мы понимаем, 2020 год, это не просто год трудностей, это год, наверное, ну, который мы с тобой за нашу жизнь, мы с тобой сверстники, да, никогда еще подобного не переживали. Это год, да, это год, с одной стороны, тяжелейший, с другой стороны, интереснейший год. Мне даже, я делился в церкви своей, даже фильмы сейчас художественные трудно смотреть, неинтересно. Жизнь, как фильм, ты смотришь, постоянно, постоянно что-то меняется, вот. И поэтому, конечно же, ну, во многом, эта пандемия показала, ну, кризис пророческого служения, то, что часто выдают за пророческое служение в массе своей, таковым не является действительностью. И второй кризис, ты правильно заметил, это кризис служения исцеления, да, когда вдруг, ну, знаешь, как парадокс, да, из-за пандемии служение исцеления отменяется. Вот, 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 вот это, то есть получается, что служение исцеления, это, как говоря словами Белинского, буря в стакане воды, то есть, что-то где-то происходит, но никуда не выходит за рамки этого маленького стаканчика. Мы видим, что бывает одно исцеление, настоящее исцеление, яркое исцеление, в деяниях апостолов, оно могло повлиять на целый город, мы видим, да, если бы сегодня реально происходило то, о чем порой мы слышим, бодрое свидетельство, то, я думаю, это бы потрясло наше общество. Но, во многом, это, к сожалению, больше фантазии, чем реальность, и эта пандемия это раскрыла. И я думаю, что это очень и очень и очень хорошо, потому что люди видят сегодня, что вот так называемые целители, ну, как бы, служение целителей, они банкроты, они банкроты. Но это не говорит о том, что Бог не исцеляет. Это говорит о том, что мы сегодня можем молиться, и должны молиться, и верить, что Бог будет исцелять. И это будут, может быть, чудеса, не связанные с каким-то великим именем, потому что тут же это имя начинает так возвеличиваться, а Бог написанно не даст своей славы никому. Это будет связано с народом Божьим, с Церковью Божьей, да, не какой-то целитель великий, а люди Божьи будут молиться, им уже хватит бегать по целительству. Я не знаю, потому что, ну, это настолько все разоблачено уже, ну, как в это можно верить, как к этим пророкам можно ездить, как это можно слушать. Ну, все равно бегут, как говорится, бесконечная глупость человеческая. Мне жалко, ну, что можно, как бы, поделать с этим? Я не знаю. Знаешь, у меня такой, Альберт, был случай, я в свое время одну проповедь сказал, года два, по-моему, назад, называется «Христианские колдуны». Одна из самых просматриваемых проповедей в интернете, когда там множество просмотров этой проповеди и множество негативных комментариев под этой проповедью, потому что я так или иначе зацепил там пророческое служение, вот связанное там с некоторыми африканскими деятелями, которые пророчествовали, что следующим президентом будет женщина, ну, а Хилари не выиграла, и, в общем, там целая такая история, да, вот была, вот. И я, как бы, как пример это взял. И столько было негатива. Ну, знаешь, мы, как бы, как пастыры научились не обращать внимания на негатив, но вот один комментарий, он меня сильно зацепил. Одна женщина писала, она говорит, Виктор, говорит, я так вас уважаю, но вот я, и она рассказала свою историю. Жизнь разбита, у нее проблемы со здоровьем, она одна с ребенком, ребенок тоже болен, им негде жить, постоянно снимают какие-то лачуги, и с работой проблемы, то есть, знаешь, во всех уровнях, и с работой проблемы, и с семьей проблемы, со здоровьем проблемы. И вот она купит деньги, и она мечтает, что она поедет в Африку, к великому человеку Божьему. Она придет туда, он помолится, и все решится. А тут какой-то появляется проповедник, Виктор Судаков, который у нее вот эту последнюю надежду ворует. Она говорит, крадешь на мечту. Она говорит, я уже объездила всех у нас, это женщина с Украины писала. Я объездила всех известных, там целителей, проповедников, пророков, ничего не меняется. Но я верю, что я вот туда поеду. Как же так вы, Виктор, сказали? И вот, ты знаешь, я когда это прочитал, я пошел к своей жене, я говорю, Диана, может быть, мне на самом деле не стоит. Вы знаешь, вот люди живут в этом, и у них хоть что-то есть, а ты приходишь со своей правдой, да? И у человека последняя надежда пропадает. Я тогда говорю, может быть, на самом деле не надо. Ну вот хотят они так жить. Какой-то теплится у них надежда. Верят они, пускай в сказки. Ну хоть во что-то, во что-то верят. Для них это как-то лучше, чем холодная правда. Вот ты знаешь, я тебе честно скажу, мы говорили с ней на эту тему, и вопрос, он для меня не такой однозначный, как казалось бы. С одной стороны, конечно, надо стоять насчет правды, да? Но иногда я думаю, стоит ли у кого-то забирать надежду, вот их такую... Все равно не из-за убедишь. Да. К тому же, понимаешь, вот если, даже я так подумал, если она поедет туда, например, в Африку, накопит деньги, если предположим, кто-то ей поможет, поедет она туда, вот. И за нее помолятся, и ничего не получится, а все равно, ну, пророк же не Бог, он же старался, ну, вот не вышло, да? И, ну, если так, вот, не вышло, вот, и она не будет на него зла, даже если ничего не получится. Ну, а если что-то там изменится, ну, тогда вообще, слава Господу. А я в любом случае, буду негативный, потому что я попытался украсть ее мечту. Понимаешь, да? Понимаю. Вот. И поэтому, даже если там ничего не получится, она не изменится во мнении об этом человеке. Ну, пытался, но не получилось. Ну, молился, но не получилось. А я попытался у нее забрать эту надежду. Вот, поэтому, я верю, что тот, кто хочет видеть правду, он по-любому ее увидит. Кто ищет, алчит, правда, как говорил Христос. А кому приятнее жить, воложи, что бы ты ему не говорил, что бы ты ему, как бы ты ему глаза не открывал, да? Подними ресницы. Нет, не поднимется. Церковь и мир. Вот, несколько лет назад, может, десяток лет назад, во всех мирских организациях стала тема очень модной, популярной ДНК. ДНК нашей, ну, крупных корпораций, всего. И потом, незаметно, это перекинулось к нам в церкви. Все начали, наша церковь, слово жизни ДНК нашло свое. Там, баптисты начали искать свое ДНК. Сейчас, вот это мое наблюдение, мне кажется, многие наши ведущие проповедники, скажем так, или там, харизматические, писяические, баптистские, тоже начали говорить о сезонах. Мне кажется, как будто сериалов насмотрелись, пророки начали, в этом сезоне, прямо вот в откровенку, как будто вот сдирают там, новый эпизод, шоу вышло на НБО или где-то еще. И начали то же самое пророчить. Мы замечаем, как мир влияет на нас? Что мы берем то, что не наше, и копируем? Или нет? Я думаю, что церковь все-таки является частью общества. И, безусловно, изменения в обществе, они не могут не влиять на церковь, на изменения, изменения жизни церкви. Я в этом не вижу ничего страшного, если это чисто в лексике. Мы знаем, что любой не мертвый, у меня первое образование филолог, мы проходили, что любой язык, он развивает, живой язык. То есть, мертвый там, латынь, она вот застыла и все. А живой язык, он развивается. И поэтому, когда сегодня мы видим, что-то меняется, какие-то нормы бывают, даже уже официально признается, что изменения нормы каких-то русского языка. Сейчас, по-моему, кофе уже и мужской, и средний род. То есть, то, что раньше, за что нам двойки ставили, вот теперь, теперь пятерка нормальная, вот все меняется. Поэтому, да, входят какие-то новые слова, новые какие-то понятия, сезоны, например, там, ДНК. Ну, это нормально, я считаю. Главное, чтобы, ну, как, конечно, как любая вещь, как вот нож. Ей можно хлеб голодным нарезать, можно преступление совершать. Точно так же с этой лексикой. Как мы ее будем использовать? Если мы просто будем слепо копировать, толку не будет. Но если мы это будем наполнять своим, духовным, христианским смыслом, то почему нет? Хорошо, спасибо. О политике можно поговорить? Да. Политика – грязное дело. Наши лидеры, скажем так, религиозные, часто из Москвы говорят, что не лезть туда – это грязное дело. Это же все относится к словам Ленина, что революцию не делают в белых перчатках. Почему тема о политике, ну, на эту тему наложен такой сильный табу в протестантских церквях? Ведь с политики Мартин Лютер начал. Опять-таки, знаешь, когда мы говорим, часто люди спорят, потому что они вкладывают разные смыслы в одно и то же слово. Когда мы говорим о политике, что подразумевать под политикой? Я смотрел в Википедии, там смысл очень широкий, начиная от просто некой деятельности в жизни общества и заканчивая какими-то профессиональными политическими партиями, движениями и прочее. Если мы говорим о профессиональной политической деятельности, то лично мой взгляд, моя позиция, я считаю, что церковь, она не должна ставить на какие-то политические движения, какие-то конкретные. Во-первых, в политике бывают разные люди. Ну и церковь это люди. Ну и церковь тоже люди. Разные люди. Да, да. Но люди настолько разные, что вот в моей общине есть прихожане совершенно разных политических взглядов. Есть от либеральных до ультраконсервативных. И если я как пастор начну там какие-то политические лозунги добыть или движения у нас в церкви в общине, то это прямо скажем приведет к разногласиям. И это совершенно естественно. Поэтому я могу какие-то свои взгляды высказывать в социальных сетях, но не с кафедры. Потому что в социальных сетях я больше как гражданин, который переживает за свою сторону. в церкви я священнослужитель, который точно так же переживает за свою сторону, но там несколько иное направление. Если же мы подразумеваем под политикой вообще общественную жизнь, участие в голосовании или например неприятие, если какие-то фальсификации происходят во время голосования, как мы видим сейчас в Беларуси происходит, то тут я считаю как граждане верующие, они же не только граждане царства небесного, они же граждане своей стороны, они должны участвовать и могут, а могут не участвовать в то же самое. Есть и люди, которые говорят там мне это вообще неинтересно, это их право, и кто-то более активный. Единственное, что я как пастор считаю, что я не должен как-то кого-то превозносить или на кого-то ставки делать в этих политических вещах, но как граждане, если кто-то участвует, да слава Богу, поэтому я думаю это нормально, когда в церкви могут быть какие-то деятели, которые работают в политических сферах и стараются там нести и правду, и честность, и свет, и это хорошо. Но вот когда церковь сильно, я имею в виду чисто профессиональной деятельностью, на моей памяти это всегда кончалось некрасиво. Но все равно кто-то же должен быть, кто должен отстаивать на самом верху наши интересы, представлять хотя бы наши интересы. А что такое самое вверх? Ну я не знаю, может быть Государственная Дума, еще какие-то там Советы Федерации, если касаться России, должны же быть наши представители. Вот я почему говорю, я брал интервью одного известного человека и тоже заговорил о правах верующих. И там мы касались прав ЛГБТ сообщества, и он говорит в открытую, он говорит послушайте, они хотя бы выступают, они говорят о том, что их притесняют, об их правах, обо всем. Вы же верующий, молчите, вас никто не знает, вы меньше погрешности, ну вот я так прочитал это все, вас не то, что там процент или сколько вас, вас вообще нету, чего вас защищать, если вас нигде нету, вы сами не хотите этого. Ну это как раз, знаешь, больше вопрос, то, что ты говорил о союзах, потому что по сути мы для того и создавали союзы ради того, о чем ты говоришь, потому что чтобы дружить мне и тебе, нам союз не нужен, не нужен нам союз, чтобы проповедовать, ездить друг к другу в гости, служить на одних общих конференциях, не нужно, и у нас есть друзья из разных союзов, с которыми у нас прекрасные взаимоотношения, и в том числе совместная работа есть, да, для этого и созидались союзы, чтобы как раз заниматься вот именно продвижением интересов верующих людей на свободу вероисповедания, чтобы это никак не ущемлялось, чтобы законы принимались в отношении религии, веры, нормальные, правильные, которые бы не препятствовали проповеди Евангелия, по крайней мере, но вот для этого есть. Насколько сегодня это все работает, конечно, это другой вопрос, большой вопрос, и, конечно, я думаю, возможно, стоит собираться нам, священнослужителям, и, может быть, это обсуждать, но, к сожалению, я вижу сегодня, что людей, пасторов, епископов, которых, вот как ты, может быть, болеет этим душой, их не так и много, не то, что они, как бы, не могут, они могут часто и не хотеть, не хотеть. Почему? На это, я думаю, вопрос к ним. Ну, это вот старое мышление, что ли, моя хата с краю, ничего не знаю, меня не трогают пока, и не важно, что с вами происходит. Я думаю, тут много, здесь есть и страх, есть и Стангольский седром, есть и просто наплевательское, часто отношение, и есть то, о чем знаменитый священнослужитель германский в свое время, Мартин Немюллер. Вот я про него хотел сказать. Вот у меня висит это. Пришли за, там, по-моему, за... За ними, да, я молчал. За коммунистами, я молчал, я не коммунист. За евреями. За евреями, я молчал, я не еврей. За католиками. Я молчал, я не... Я протестант. Пришли за мной, а говорить было уже... Ну, вот это же я и увидел сейчас. Знаешь, по моему мнению, ты знаешь, вот то, что... Одно дело, пастора проповедуют, и это такая красивая фраза, я много слышал, как говорят и цитируют, даже на высоких, там, соборах, где-то, или собраниях. А в реальности все по-другому. По-другому. Возвозь свой голос за кого-то. Ну, если ты вспомнишь, вот это, когда это было сказано, это было сказано в Германии, периода Третьего Рейха. Много ли было таких пасторов, как Мартин Немеллер, Дитрих Банхофер, это были единицы. В массе своей, верующие с энтузиазмом, поддержали то, что происходило там в немецком обществе. Вот, и к сожалению, ну, я думаю, мы мало чему-то учимся, из истории, в том числе, из церковной истории. Мало чему учимся, мы многие вещи не осмысляем. К сожалению, так. Спасибо. Спасибо, пастор Виктор. С нами был Виктор Судаков, пастор церкви Новой Жизни, Екатеринбург, епископ уральских церквей. Дорогой брат, искренний человек. Я знаю, что многие смотрят его, смотрят его канал Виктор Судаков, да? Так и называется? Нет, у меня есть канал Виктор Судаков, но там больше, как бы, мой семейный канал, это Лига Личной. У нас есть новая жизнь в Ютубе, канал Наш Церкви, где там проповеди, мои проповеди. Вот он, там я. Хорошо. Вот сегодня на канале Взгляд с Небесный, Виктор Судаков. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал, на канал Виктора Судакова. Взгляд с Небесный для вас, с вами. Любим вас, благодарим за все, за вашу помощь, за вашу молитву. Благослови всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok